приветствую ребят сегодня у нас на обсмотр значит через бароскоп коры карабина собаки 870 подготовили карабин и будем смотреть в каком состоянии он у нас полы ствол в каком сталь нарезы ну и понеслась я сейчас поставлю на запись все калибр 300 до у нас калибр 300 винчестер магнум ну я тебе так скажу да тут уй-ой гладкоствольный что давай паузу нажимаем парни всем привет сегодня мы в гостях моего товарища пару сегодня у нас будет осмотр бароскопом вот этого чудесного как он говорит карабина собаки ровер 870 в калибре 300 винчестер магнум карабин этот приобретался около года назад новым в магазине в городе уфа приобретали мы его продавал сам владелец магазина я расскажу чуть-чуть предысторию потому что это важно бароскопа на момент покупки у нас не было поэтому мы его так внешне осмотрели примерились карабин понравился взяли но вот все таки все таки возникла такая ситуация я расскажу что в течение года как-то еще раз я оказался в этом магазине поинтересовался у владельца патронами 300 винчестер магнум есть ли оружие он сказал что нет нету и больше не будет потому что был один трехсотый он от него еле избавился ну сами понимаете республика башкортостан у нас необходимости в дальнем точном мощном выстреле нет основные дистанции это 150 200 метров максимальные стрельбы поэтому оружие в этом калибре для нашей республики это все таки больше экзотика и проговорился он то что вот карабин 300 винчестер магнум собаки ровер висел у него в магазине около восьми лет он его не мог продать то есть получается вот карабин который мы купили пошли дальше на разговоры уже в ходе разговора выяснилось о том что несмотря на то что он долго висел в магазине по словам хозяина он уверял что он его чуть ли не ежемесячно чистил драйвил начищал и содержал хорошем состоянии и вы знаете вот все это время пока карабин был у нас в руках меня вот мучили такие сомнения все-таки терзали мне охота было залезть туда и посмотреть что же все-таки в стволе поэтому парни вот честное слово сейчас подготовили все будем при вас все это делать хотя меня изнутри просто разрывает любопытство и сейчас мы все это сами посмотрим и увидим знаете но вот все таки перед этим я хотел бы еще ответить одному нашему зрителю канала знаете вот есть один зритель вот здесь вы сейчас увидите его аватарку и увидите его никнейм зовут его ланцелот эспорский просто человек очень волнует один вопрос он дважды уже к одному и тому же видео писал комментарии и я считаю что раз человек так интересуется то надо все-таки на его вопрос ответить значит первые комментарии вопрос от ланцелота эспорского что дальше вопросительный знак очко себе еще бароскопом проверишь вот такой вот интересный вопрос интересуется товарищ ланцелот эспорский второй комментарий ты себе в очко еще не лазил бароскопом и улыбочка раз улыбочка то все-таки я подозреваю что у ланцелота эспорского ничего в этом месте не болит скорее всего это радует его раз положительные такие позитивные скобочки он ставит что хотелось бы сказать ну вот мы любим заниматься оружием это наше увлечение наше хобби мы занимаемся оружием стрельбой охоты как то вот эта вот тема она немножко я не понимаю почему ланцелот эспорский связал нашу увлеченность оружием и вот его интерес очками или очками я не знаю как правильно сказать в общем хочу я порекомендовать вот этому товарищу а также подобным ему если таковые еще имеются хотя надеюсь что среди нас с вами больше таких нет все таки интересоваться этими вопросами на каких-то профильных формах каких-то профильных ветках там как они правильно называются сексуальных меньшинств все таки это не к нам надеюсь вот достойно ответил уважаемый ланцелот эспорский уверен что больше таких вопросов задавать не будете все парни мы отвлеклись давайте продолжаем сейчас я уступаю вот это место пошел он уже рукава закатал все готов врываться и смотреть этот ствол бароскопом погнали так ребят но всем привет сегодня значит мы и будем смотреть собаки rover 870 модель состояние снарезов вообще чистоту от ствола каком пола каком состоянии находится наш ствол мы на нем на поохотились мы ездили на сурка вот так слегонца почистили без фанатизма медь убрали там ну может чем там остатки остались сейчас как раз это все увидим если что мы потом это все дадить доделаем доведем дома главное нам сейчас посмотреть вообще структуру ствола какие там есть там раковины там какие-то проблемы есть большие или нету ну понеслась я заранее уже подготовил бароскоп уже был вставлен до патронника до пульного входа и выходя обратно туда будем анализировать и смотреть это все понеслась значит так вот видим пульный вход видим нарезы очень четки нарезы я вижу единственно конечно да видно что здесь очень таким дурными работали ствол и видны характерные царапины значит от вот значит инструмента при заготовке этого ствола вот это не проблема это доводится дома полировка из ствола то есть берется ствол и полируется пастой красной пастой оса доводится до ума это все так конечно карабин очень себя хорошо показал очень я был удивлен надо давно достаточно большом расстоянии с десятикратной оптикой то есть это оптика считаю маленько для сурка стрелять папа попали абсолютно одинаковые два выстрела получилось очень мне понравился у него и хороший дульный компенсатор все стоит ну и смотрим смотрим по всему периметру нету ни раковин ни ржавчин ничего конечно единственно карабин требует чистки чистки хорошие чистки требуют хорошую чистку можно получить только тогда когда полировку стала проведешь тогда потому что вот эти видите прям полосочками полосочками вся весь ствол покрыт вот это говорит о том что ствол очень мало стреляны видно что из него стреляли на максимум 50 патронов или 60 патронов на мой взгляд не больше требует чистки это еще при том учете что ствол уже первоначально полировался это кто полировал самому полировал ну чуть-чуть там но немного там буквально наверное около 100 проходов был не тут надо знаешь как проход я же тебя объяснял без бороскопа толком ты не увидишь какая у тебя полировка произошла поэтому очень надо 100 проходов сделал посмотрел мы сейчас видим результат после 100 проходов до такие стволы требует минимум 400 500 проходов а то и даже больше потому что этот ну кстати с другой стороны принц можно и так оставить этот ствол он на точность не влияет на кучность являет ну хотя есть какая-то наверное влияние но здесь учетом этого калибра и этого контура этой точности мы не заметим в основном чем поможет он будет легко чистить то есть когда гладкий ствол когда гладкий ствол это мушка да это мушка была до сквозное отверстие образно отверстие вот это итальянские производители посчитали что ничего страшно так можно сделать там конечно люди с головой я думаю на самом деле таки она есть и вот смотрим корону очень очень хорошая четкая корона то есть с легким конусом с легким очень легким конусом ну ребята опять же таки у меня душа болит за нашего производителя почему наши не могут такие стволы делать пожалуйста итальянский производитель собаки в общем вот посмотрели я выключу на 100 батарейка садится чтобы успеть вот результат нашего осмотра собаки ровер 870 модель изящная модель очень красивое дерево лакированное вот ранение шикарное мне нравится он нравится очень интересный единственно калибр не мой либо для меня так скажем большой я любитель эстетичных калибров крит мура там кренделя всем спасибо и до свидания парни вы сейчас сами все видели до карабин мы посмотрели я скажу честно я первый раз увидел такие следы в стволе от дорнов от вот этих режущих инструментов безусловно карабин требует дополнительной полировки но при этом при всем мы видели как этот чудесный карабин стреляет на 100 метров полминутной кучи то есть скорее всего да вот паша был прав когда сказал что в основном конечно эти метки они влияют больше на чистку на качество чистки оружия но в эстетических целях я думаю мы все-таки ствола заполируем и это все уберем вот и все мой интерес мое любопытство удовлетворено надеюсь вам тоже понравилось видео это интересно познавательно все-таки оружие собаки ровер достаточно распространенное она активно продается и продвигается охот активом поэтому многие не обязательно такие модели рассматривать его покупки вот иметь люди должны в виду что какие возникали вопросы с этим карабином да то есть требовала требовал притирки затвор требуют полировки ствол все остальные моменты только положительные все долго затягивать не будем парни всем пока спасибо что смотрели это видео спасибо всем за ваши добрые теплые комментарии как я уже неоднократно говорил канал не коммерческий наши видеоролики продвигают только ваше внимание ваши лайки и ваши комментарии все парни всем пока всем спасибо